Источник мудрости, знаний и безграничной любви к детям. 1 октября вся страна включает День Учителя. Герой нашей сегодняшней программы Евгений Волонец из Борисова не только настоящий авторитет для своих учеников и коллег, но и обладатель высоких государственных наград. Это «Центральный регион». Меня зовут Сергей Манько. Здравствуйте. Напомните, равномерное это движение, при котором стоять, а полное определение тела за любые громче. Знакомьтесь, Евгений Евгеньевич Волынец. Отличник образования, заслуженный учитель страны, лауреат премии специального фонда президента. Про него говорят учитель от Бога. На его уроки физики ученики приходят дружно и не прогуливают, ведь 45 минут в классе проходит интересно, а порой даже весело. Евгений Евгеньевич, сколько у вас вообще учеников на данный момент? Сколько под вашим началом изучает физику? Ой, достаточно много. То есть практически вся школа, да? Нет, не вся. Пять девятых и четыре десятых класса. Старших одиннадцатых в этом году нет, поэтому я от тестов частично свободен. Есть и обычные классы, есть и с углубленным изучением? Конечно. Ну, для каждого ученика свой подход, или всё-таки программа, она одинаковая для всех? С одной стороны, за рамки программы мы выйти не в состоянии, но так надо. Каждый ученик должен усвоить определённую сумму знаний и так далее. Но, естественно, усваиваемость разная, и дети разные. Поэтому, конечно, не просто каждому ученику, каждому классу необходим свой подход. Это однозначно. Подход, он в чём заключается? Ну, в чём? Стараться научить, наверное, вот и всё. Но у вас как простой вообще урок? То есть учитель больше у доски или в детям всё наполовину? Тоже по-разному. Всё зависит от того, какой это урок. Если, допустим, это какие-то новые знания, естественно, приходится самому больше. Хотя я стараюсь привлекать, в общем-то, к объяснению и ребят. Ну, то есть, чтобы они не сидели по-пустому слушали или просто слушали, а чтобы участвовали активно в этом процессе. Физика – это такая точная дисциплина? Это не совсем правильная. Это не точная. Это естественная дисциплина. Это самый гуманитарный, самый естественный, самый точный и так далее предмет в школе. И, наверное, самые интересные для вас. Почему? И для них тоже? Самые интересные? Да, вот видите, не бойтесь, звуки не поставьте. Ученики девятого класса в следующем году сделают выбор профиля обучения. Благодаря Евгению Евгеньевичу физико-математические классы – одни из самых популярных в гимназии. Все школьники точно знают, кто такой Евгений Евгеньевич, и все хотят попасть на физику именно к нему. Я вам даже больше скажу, раньше учился в другой школе. И даже все школьники из других школ знают, что Евгений Евгеньевич считает лучший учитель во всем Борисове. Кто хочет знать физику, дорога только сюда, в класс Евгения Евгеньевича, да? Конечно, все учители отдают хорошее знание физики, но у Евгения Евгеньевича собственный поход. И очень интересно рассказывают все имя, какие-то факты, какие-то шутки, конечно, в меру, конечно. И, конечно, иногда расстраивается, иногда нас ругает, иногда и очень хорошо хвалит. Поэтому и любим Евгения Евгеньевича. Но для вас самая хорошая похвала – это что такое? Хорошая оценка и хорошее слово. 9-10 – это хорошая оценка? Или у Евгения Евгеньевича 8 – это лучшее, максимум, который он может поставить? Нет, Евгений Евгеньевич сегодня ставит оценку по праву. То есть я, например, десятку все время. С Евгением Евгеньевичем физика, конечно, становится легким предметом, но становится более порядным, по крайней мере. Какие оценки, Илья, у тебя по физике? Ну, разные, от 8 до 10. Ну, не самые плохие? Или бывают хуже? Я считаю, они нормальные. Ну, вообще, физика у Евгения Евгеньевича, как она? Легко дается вам? Знания усваиваются? Ну, как по сравнению с другими учителями, то легче, мне кажется. Потому что вот эти тоже шутки, они разбавляют, так сказать, ситуацию. То есть физика с анекдотами, да, у вас сочетается. А самая, где такая прикольная шутка от Евгения Евгеньевича? Много хороших сейчас. На контрольных, на зачетах есть какие-то шутки или там шуток не бывает уже? Ну, в основном, все контрольные проходят молча, все пишут, стараются получить максимальный балл. Кстати, в профессии Евгений Евгеньевич почти 40 лет, если учесть обучение в пединституте, а в Боисовской гимназии с самого открытия. Правда, тогда, в 1984 году, она была еще обычной школой номер 19. Сами учеником были каким в детстве, в своем? Мне жаль тех учителей, у которых я учился, я был вредным. Нет, учился я, в принципе, неплохо, но вот с дисциплиной были проблемы. С другой стороны, это помогает, сразу видишь, какие могут быть нюансы. Ну и сейчас уже снисходительно, да, относитесь к дисциплине своих учеников? В общем, да, с пониманием. А почему выбрали профессию педагога? Честно, мама выбрала, случайно. Так что получилось, что она была инициатором этого, я долго сопротивлялся. Не жалею, в общем-то, сейчас. Если сравнивать начало карьеры и вот сейчас уже, что изменилось кардинально? Во-первых, сейчас стало больше опыта, тогда больше, может быть, энтузиазма, какого-то задора было, сейчас уже как-то более размеренно все. Ну а в обучении, конечно, программы меняются, меняются очень сильно. Не всегда к лучшему, честно говоря. Вот сейчас как раз затеянная эта перестройка школы, она вовремя как раз к месту, в общем-то, идет. Новые я видел учебники, например, по физике, они хорошие. Например, хотелось бы улучшения межпредметных связей, то есть, чтобы не было разночтения, допустим, в понятиях химии, физика, математика, чтобы это шло как-то слаженно, чтобы темы были более связаны между собой. Вот это немаловажный фактор, потому что ученик, ну, что грекотает, все он не запоминает на уроке, он запоминает какую-то часть. А если это идет повторение на математике, на физике, на химии, то вероятность запоминания будет намного выше. Чем больше людей, которые, да не только физику, наверное, а вообще любят учебу, учиться, любят школьные предметы, тем лучше нашей государству и мы с вами будем. Следующий урок у 10-го А-класса. Евгений Евгеньевич называет его родным. Во-первых, эти старшеклассники физику изучают на повышенном уровне. Во-вторых, здесь Евгений Евгеньевич еще и классный руководитель. Какие напутствия вы даете детям, потому что скоро уже, как бы, 10-й, дальше 11-й, выпускной класс, что советуете? Работать, работать, еще раз работать. Цель видеть, естественно, идти к этой цели, это самое главное. Не бояться препятствий, все у них получится. Я уже всегда говорил, научить можно и телеграфный столб при одном единственном условии, если столб этого захочет. Мне кажется, что в профильном мотивированном классе быть классным руководителем легче, да, потому что с поведением все в порядке, наверное, да, потому что дети, они настроены на... Вы поняли насчет поведения? Разное бывает, естественно. Вы понимаете? То есть, ну проблем меньше, да? Вы понимаете, иногда с профильными классами проблем больше. Вот я им рассказывал случай, это у нас был когда-то профильный класс, гуманитарные девочки и, соответственно, физмат мальчики. Вот мальчики дежурили в столовой. Они взяли физический опыт, когда стаканчик переворачиваешь, они так кисели перевернули и поставили. Ну, ничего, да, опыт не бывает. Понятно, но потом пришлось кухню отмывать. Поэтому у них и шутки своеобразные, и, в общем-то, и шалости тоже своеобразные. Кстати, успеваемость, я так понимаю, по физике, она выше среднему, а остальные предметы. Я еще раз повторяю, это мой любимый класс, мои любимые дети, поэтому мы боремся не только с физикой, мы боремся со всеми предметами. У нас, достаточно сказать, по прошлому году средний балл 8,6. Сейчас класс немножечко докомплектовался, стал еще лучше, поэтому будем надеяться, что у нас 10-0 будет. Для него ученики, как и родные дети. Их успехам он рад не меньше, а может быть даже и больше, чем своим собственным. Это все мои талантливые, самые красивые, самые умные, самые-самые-самые дети. Вот Ксюша, мой заместитель, она у нас любит, особенно если какие мероприятия, организовать сбор макулатуры, например, тоже. Ну и не только, дежурство. А что касается учебы, безусловно, здесь все ребята хорошие, талантливые. Вот ваш отличник, вот второй наш отличник, победитель международной московской олимпиады, Саша. Есть Даник к нам, пришел в этом году. Это действительно все мотивированные, все хорошие. Физика не только формулы и схемы, но и интересные опыты. Оборудование кабинета позволяет умникам и умницам проводить практические эксперименты любой сложности. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит? Сейчас мы просто набрали полный шприц воздуха. Просто воздух, да? Ну это воздух, изучаются газовые законы, поэтому, в общем-то, воздух. Система через вот этот клапан, потом закрыли этот клапан, чтобы через него ничего не выходило. То есть просто даже из воздуха можно провести опыт, который... А мы его изучаем, воздух как раз, газовые законы. Потом мы просто, ну, в демонстрационных целях быстро изменили объем, тем самым привели к резкому увеличению давления, и оно происходило почти без стеклообмена с окружающей средой. Опыт получился, да, удался у вас сегодня, нет? Газ нагрелся вследствие сжатия, появилась равность температур. За счет равности температур начался процесс перетекания тепла от газа к внешней среде, поэтому температура газа начала падать. Раз начала падать температура, то начала падать. Дождемся комнаты, и вот вам, пожалуйста, изотермический процесс. Понятно. Ну, вообще опыты на уроках часто проводят такие эксперименты? Ну, по мере необходимости. Бывает, лабораторные у нас проводятся постоянно. Такой самый необычный эксперимент, который провели бы на уроке. Не, ну, на уроке был эксперимент из электростатики. Ну, эксперименты даже, они всем понравились с электроформой машины. 5000 вольт. В том, что за счет механической энергии она создает огромную разность потенциалов на обкладках своего конденсатора, и потом при сведении двух электродов в виде шариков между ними просто так и выпускают. Ну, и, само собой, этими потенциалами можно заряжать там людей волосы дыбом. То есть все это было у вас, Муран? Да, и волосы дыбом, и разряд? И разряд между пальцами. И по носу даже. Да, и даже по носу. Может быть, это помогло только, да, для мозга подзарядить его, да? Ну, не знаю, как насчет мозга, но интерес подогреваемый. О талантливом преподавателе и его не менее талантливых учениках продолжим рассказ в следующей части программы, сразу после краткого дайджеста новостей из столичного региона за неделю и рекламы. И напомню, все эфирные видео и программы доступны онлайн на нашем сайте ctv.by и на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите, подписывайтесь и оставайтесь с нами. Коммунальщики области готовы к отопительному сезону. Котельные получили паспорта готовности и прошли последние испытания. Кстати, в этом году многие объекты модернизированы. Некоторые теплоисточники на мазуте заменили электрическими. Это позволит уменьшить затраты. Готовы ко всему комплексные учения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций провели в Слудском районе. За три дня спасатели отработали все внештатные ситуации. К примеру, утечку опасных химикатов и другие техногенные аварии. Без различий в Солигорске открылся Центр инклюзивного образования. Там вместе учатся дети с особенностями и без. Первым это помогает социализироваться, вторым адекватно воспринимать людей с ограниченными возможностями. Солигорский инклюзивный центр восьмой в регионе. Подобное уже есть в Молодечно, Ждановича, Хрудинске, Борисове и Слуцке. Это Центральные регионы, мы продолжаем. Несмотря на то, что физика не самый легкий предмет, в Борисовской гимназии номер один с ее изучением проблем не возникает. Скорее даже наоборот. Многие гимназисты на уроках Евгения Волынца достигают впечатляющих результатов. Десятки победителей республиканских предметных олимпиад по физике, призеры международных, стипендианты специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Все это ученики Евгения Волынца. Вот и сейчас после уроков талантливые физики усиленно готовятся к очередной битве интеллектов. Класс не только на уроках, но и после занятий? Да. Мы приходим после занятий школьных сюда и начинаем решать задачи. Сейчас олимпиада какая будет у вас? К чему готовитесь? Ближайшая из олимпиад будет в районную, а потом, если пошлют, и пошлют, и ИФО. Ну, в принципе, мы как бы… ИФО – это что такое? International Experimental Physical Olympia. Международное. Международное экспериментальное. Вообще у нас нет такого, чтобы мы готовились к какой-то конкретной олимпиаде. Мы, ну как, просто готовимся, прорешиваем курс физики за тот класс, за который нам идти. Ну и сейчас у вас некоторые задачи, да, некоторые уравнения, они уже выходят за предел доски, то есть места не хватает, то есть уже такие сложные, можно сказать, университетские, да, университетского уровня задачи решаете? Высший уровень точно, а теорию стараемся брать, ну, как можно выше уровня. Если раньше мы так, ой, это учебник за 10 класс, это сложно, то сейчас, как бы, фи-учебник за 10 класс, под этим мне, пожалуйста, Калашникова с вузовского курса. Ну, для вас вот олимпиада победы или участие, ну, скорее всего, победа, да, вы же хотите победить на ней? Естественно. Что это дает? Какие-то бонусы будут потом? Ну, в 11 классе это поступление без экзаменов. То есть есть за что бороться, да? Да, да. Ну, и в принципе, как сейчас на олимпиады мы ходим за опытом, ну, лично я, для того же 11 класса, и хотелось бы попасть на международную олимпиаду. Успехи в олимпиадах – это достижение не только ученика, это достижение и ученика, и учителя, и базы, на которой проводится обучение, и родителей, и еще многих-многих факторов. Вот. Поэтому наши достижения – это не что-то особенное, если посмотреть на условия и учительский состав нашей юморазии. Коронный предмет Елизаветы Волжаниной – астрономия. Звездное небо, поле для научной работы и материал для подготовки к олимпиадам. На самом деле, где мы сейчас, это настолько ничтожно по сравнению с космосом вообще, и мне показалось, это будет довольно-таки интересным узнать что-то больше, чем другие. Может быть, потому что в физике больше формул и таких четких определений, а в космосе все-таки больше романтики? На самом деле, в астрономии очень все, даже может быть, на каких-то местах намного сложнее, потому что астрономия – это та же физика, там точно такие же есть законы, точно такие же формулы. И вот то, что, допустим, готовиться, если к олимпиадам, решать, есть настолько сложная задача, там просто невозможно. Но ты уже была на Олимпиаде? Да, была. По астрономии? Да. Есть успехи? Ну, пока есть к чему стремиться, конечно. Хочется большего. Ну, работаем. Ну, в этом году тоже будет Олимпиада, да? В этом году, да, будет Олимпиада. Уже в разгаре подготовка, да? Да. Чем сейчас занимаетесь, Евгений Евгеньевич? Ну, в основном решением каких-то задач. Также нужно хорошо знать теорию, карту звездного неба. Но тебя интересует сугубо вот научная, да, основа астрономии. То есть... Да, наверное, да. Гадание по звездному небу совсем неинтересно. Ну, почему же? Это интересно, это же тоже в какой-то мере наука. Астрология. Астрология, да. Это не входит уже в курсы, в школьные программы. Нет, это не входит. Вообще, сейчас школьная программа по астрономии настолько урезана. Ты бы хотела, чтобы астрономия уделяла отдельно больше внимания. Да, наверное, да, потому что год — это слишком мало, чтобы узнать столько всего о космосе. Ну, ты бы хотела сама в космос слетать? Сама? Это билет в один конец. Ради науки, ради того, чтобы посмотреть, то да, но я же понимаю, чего это будет стоить. Допустим, лететь до того же Марса пять лет. И не факт, что я вернусь. Ну, может быть, физики и астрономы придумают какой-то способ в ближайшее время, чтобы туда долететь гораздо быстрее. Очень маловероятно, потому что расстояния очень большие. Главное — вернуться. Главное — вернуться, да. Работа с одарёнными школьниками — ещё один талант учителя. Чтобы добиваться успехов, нужно много работать, а главное — заметить способных учеников. Чтобы подготовить к участию ученика, ну, даже из профильного класса к Международной олимпиаде, наверное, ну, тут надо постараться, да. Уровень слишком высок, да. Здесь заслуга не только учителя, это самого ученика однозначно. Ведь вот в этом успехе, наверное, процентов 70 их труда, трудолюбие. А моя главная задача — направить и помочь. Может поддержать когда-то, ведь что говорит олимпиадник не всегда успешен. Бывают ситуации, когда ученик готовится, и ничего не получается. Это спорт своего рода. И психологическая подготовка, и, естественно, научная подготовка. Это роль учителя, да. Но непосредственно уже знание здесь, наверное, больше ученика. Он черпает не только, например, с моих источников. Вы же понимаете, что школа, она в определенной рамке, загнанной во время уроков, невозможно это дать. Ребята приходят дополнительно правильно, отчасти это и перегрузка ребенка. Но перегрузка переносится когда? Когда предмет нравится. То есть вот здесь главная задача, безусловно, главная цель учителя — сделать именно так, чтобы этот предмет был ему интересен. Но вот даже сейчас мы общаемся, а ваши олимпиадники, они готовятся, да? Они постоянно решают. Они постоянно приходят, решают. И мне задают вопросы, и терроризируют, в кавычках, естественно. Тут труд, 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 и еще раз труд. Занимает слишком много времени, да, школа, потому что вот она... А что сделать? Она даже уходит за рамки как бы рабочего времени. Бросить ребенка на произвол судьбы я тоже не могу. Ведь если это ему нравится, если он этого хочет, я должен им помочь. Это моя работа. Есть среди ваших выпускников, которых уже не одна тысяча, есть и продолжатели вашей профессии. Самое главное — ваш сын, который... Ну да. ...который стал учителем. Ну да. Правда, не в Борисове, а в Минске, да? В Минске, да. Тем более он тестирование сдал очень хорошо. Но он сейчас в аспирантуре учится, в БГУ, и частично преподает физику. Кстати, учитель математики Светлана Павлова — бывшая ученица Евгения Евгеньевича. А теперь его коллега. Это потрясающий учитель, очень интересный, творческий, мудрый и веселый. В то же самое время, в общем-то, поражает его умение обладать всеми этими качествами, на уроках быть и веселым где-то, и мудрым, и в то же самое время требователем к своему предмету. Но все-таки вы выбрали не физику, а математику. Да, я выбрала математику все-таки. Но она же родственная наука с физикой. В общем-то, математика и знания этого предмета для физики также, в общем-то, важны. Получается, работаете в одной связке, да? Евгению Евгеньевичу подаете математические кадры, а он физику в них вкладывает. Безусловно, у нас классы физико-математические классы, в которых, конечно же, нужны знания математические для физики. И заказ мы выполняем. Поддерживает традицию гимназии по подготовке талантливых учеников и коллега Евгения Евгеньевича Александр Коренюк. Физика здесь на очень хорошем счету. Большинство дипломов здесь как раз физика. Причем подавляющее большинство – это, конечно, дипломы детей Евгения Евгеньевича. У него самый большой стаж, ну и самый большой опыт, конечно. Но вы как-то следите за работой Евгения Евгеньевича? Он за вашей работой следит как-то? Ну, безусловно, я могу себя считать как коллега учеником именно Евгения Евгеньевича. Потому что именно в олимпиадное движение, в олимпиадное движение по многому ввел меня именно Евгений Евгеньевич. Ну и теперь уже на вашем счету сколько подготовленных олимпиадников и победителей? Ну, у меня тоже кое-какие заслуги, конечно, имеются. Четыре диплома республиканских, ну, областных, там, несколько десятков уже не считал. Городские не сосчитаешь. Но до уровня Евгения Евгеньевича еще далеко. Совсем недавно за опыт и талант Евгений Волынец удостоен высокой государственной награды – медали за трудовые заслуги. Он любимый учитель для школьников, а для коллег – пример для подражения. Конечно, ему предлагали должности, но он отказывался и всегда был верен вот званию учитель физики. Евгений Евгеньевича характеризует три очень важных качества, которые должны быть присущи вообще каждому учителю. Это первое – он искренне любит детей. Он прекрасно, второе, знает свой предмет. Причем не только в рамках школьной программы, а значительно глубже. И еще что наиболее важно – он умеет свои знания преподнести детям. Он умеет их научить, заставить полюбить этот предмет и изучать его тоже на более высоком уровне. И третье – он пользуется уважением у коллег, у своих учеников и вообще учащихся всей гимназии. Пользуется авторитетом не только у коллег гимназии, но и города, и Минской области, и в республике его многие знают. Ну и, конечно, он пользуется заслуженным авторитетом и признанием у родителей своих учеников. И вот эти три качества в сочетании дают такие прекрасные заслуженные результаты, стабильные, на протяжении очень много лет. Критериев здесь есть очень много, но я остановлюсь на некоторых. Это качество знаний учеников по итогам года. Это, конечно, результаты централизованного тестирования. Это результаты заключительного этапа Республиканской Олимпиады, 45 дипломов и, конечно же, 7 дипломов и медалей международного уровня. Какой Евгений Евгений человек? Добрый, отзывчивый, доступный. И самое главное – он трудяга. Он сам очень много трудится и заставляет учеников трудиться. И, что ещё более важно, он их приучает к учебному труду. И поэтому, когда дети поступают в высшие учебные заведения, для них совсем нетрудно обучение в высших учебных заведениях. Они показывают высокие результаты и критерий их очень высок. Рейтинг. Можно сказать, вот те критерии, которые вы озвучили, это и есть занимание учительской профессии, что ли, да? Да. Именно таким должен быть учитель настоящий? Можно сказать, что благодаря Евгению Евгеньевичу физика, как предмет, она стала популярной. Любима учениками очень. Причём она любима не только в школьной программе, а значительно выше. Дети постоянно сидят в кабинете, заканчиваются уроки, они там сидят, как муравьи, решают и решают задачи. Такой сложный технический предмет, они его очень любят, потому что любят учителя. Евгений Евгеньевич – педагог по призванию, и хотя большую часть времени он проводит в школе, находит место и другим увлечениям. Знания психологии помогают педагогу найти ключ к школьникам, и они отвечают ему взаимностью. Педагог – это, наверное, не профессия, это диагноз. Тут сложно что-то, как повернётся где-то там лучше, где-то хуже. Но самое главное – терпение, понимание. Для вас самое главное ещё и отдача от ваших учеников, да и их успехи. Однозначно. Это только так. Именно их успех – это в первую очередь мой успех, и награда мне самая высокая, которую можно получить. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»